второй урок принципов математического мышления посвящен логике математической и житейской и это не урок такой хардкорный мат логике с предикатами и прочим это урок действительно мостик между тем как мы логически мыслим какие логические переходы мы делаем математики и какие логические переходы делают обычные люди у меня в руках книга успенского которая называется математическое и гуманитарное преодоление барьера я рекомендую ее каждому кто сейчас слушает этот курс смотрит вообще это как бы главный главный из списка литературы вот это главный источник будет по этому курсу эта книга а я сейчас из нее зачитаю небольшой сюжет чтобы стать членом некоторого общества гуманитарной направленности надо пройти процедуру голосования на имеющиеся вакансии правом голоса обладают все члены общества голосование про его проводится несколькими турами положение о выборах было написано математиками она гласит теперь слушайте внимательно для избрания членом общества необходимо получить не менее двух третей голосов лиц принявших участие в голосовании и не менее половины от списочного состава общества кандидат считается избранным в данном туре голосования если в этом туре он получил необходимое для избрания число голосов и число всех кандидатов получивших в этом туре такое же или большее число голосов не превышает числа вакансий по данной специальности оставшихся не заполненными в предыдущих турах в схобках в первом туре числа всех имеющихся вакансий. Если в первом туре голосование число избранных кандидатов по данной специальности оказалось меньше, чем число вакансий по этой специальности, то проводится второй тур голосования. Если по результатам первого и второго туров остались незаполненные вакансии по дальней специальности, то проводится третий тур голосования. Это из реальной практики. Ну, вы уже поняли, что расшифровать смысл сказанного без аппарата математической нормальной нашей логики невозможно, просто нереально. И действительно в процессе голосования произошла ошибка. Во втором туре некие люди, я не буду их называть, он тоже их не называет, x и y выдвигались, оба набрали необходимое число голосов. Давайте сразу поясню, что это означает. Не менее двух третей из тех, кто участвовал, то есть у меня есть множество, вот это множество всех уже, ну, грубо говоря, академиков ран, например, да, ну, не знаю, множество вот членов этого сообщества, вот оно у меня нарисовано. И есть подмножество тех, кто пришел и голосовал. И требуется, чтобы, во-первых, из этого подмножества две трети, да, проголосовало, а во-вторых, чтобы эти две трети составляли не менее половины всех вообще, кто существует в списочном составе, включая не явившихся. Имелось в виду это. Но, к сожалению, имелось в виду не только это. Если бы имелось в виду только это, проблемам бы, наверное, не было, а гуманитарии бы смогли это понять. Дальше произносится некий жуткий текст, что помимо вот требования, чтобы подано было голосов не менее двух третей от этого и половины от этого, нужно еще, чтобы кандидат, чтобы количество всех кандидатов, получивших в этом туре необходимое число голосов или большее, да, такой, нет, такое же или большее, то есть количество кандидатов, получивших в этом туре такое же или большее число голосов, чем данный кандидат, чтобы количество этих кандидатов не превышало число оставшихся вакансий. А ситуация была такая. Вакансия ровно одна. Вакансия одна. Их двое. Но дело в том, что за них было подано разное количество голосов, например, за этого 51 и за этого 53. И 51 и 53 составляли более чем две трети от присутствующих и более чем половина, соответственно, от всех, но вот они разные, да, между собой. 51 и 53 отличаются. И если следовать строгому правилу, то проверяем для икса, какое количество претендентов набрали такое или большее число голосов? Ответ двое. Он и y. И это число превышает количество, значит, вакансий, а следовательно, x не избирается. Не избирается. Для y количество претендентов, набравших столько или больше голосов, равно одному, потому что x уже не входит в это множество, поэтому только один набрал, и это в точности столько, сколько есть вакансий, поэтому y избирается. В этой ситуации избран y и не избран x. Но гуманитарии не смогли это понять. Они решили, что так как конкретно двое, да, набрали необходимое в первой преамбуре число голосов, а вакансия одна, то надо переигрывать, и при переигрывании прошел как раз x. И был большой скандал, видимо. Вот. Но вот такой типичный пример, когда математики, ну я не знаю, может они издевались специально, может быть так случайно получилось. Но, на мой взгляд, этот текст не может родиться без намеренной издевки. Потому что ожидать от гуманитариев, что они действительно смогут правильно им воспользоваться, было, на самом деле, было, так сказать, опрометчиво. И вина, видимо, лежит не только на гуманитариях, но и на составлявших этот текст математиках, о чем Успенский и пишет в своей книге. Вот. Теперь, значит, я приведу еще некоторые примеры, которые показывают как бы тонкость вот этой вот логики, да, которая математикам присуща. Задача. Самый старший математик среди шахматистов и самый старший шахматист среди математиков. Один человек или может быть разные? Один и тот же. Аналогичный вопрос про самого крутого. Соответственно, математика среди шахматистов и шахматиста среди математиков. Это один и тот же человек или разные люди? Ну, кажется, что ответ должен быть, по крайней мере, одинаковый для обоих вопросов, потому что, ну, что, какая разница, здесь спрашивают про самый старший, здесь про самый крутой. А фактически речь идет, ну, вроде как, об одном и том же множестве, да? Ну, давайте попробуем ответить на эти вопросы. Итак, есть множество математиков и множество шахматистов. Значит, М и Ш. Вот. И речь идет о вопрос про самого старшего математика среди шахматистов. Но математики среди шахматистов — это то же самое, что шахматисты среди математиков, да? Речь идет о пересечении двух множеств. Вот оно. И мы смотрим на людей, лежащих в нем, и выясняем, самый старший в этом множестве, да? Ну, он один и тот же. Ну, конечно, он один и тот же, да? Понятно. Старший — это категория возраста. Она не имеет отношения к тому, что человек является, как бы, в первую очередь математиком, а во вторую очередь шахматистом. То есть задается вопрос про то, кто из участвующих одновременно в математической шахматной движухе? Самый старший. Ну, и, конечно, ответ — да. Один и тот же. Но вот про самого крутого ответы разные. Как это может быть? А дело в том, что когда мы задаем вопрос про самого крутого, вот здесь вот подразумевается, да, что когда мы говорим «самый крутой математик среди шахматистов», то мы его крутость измеряем с точки зрения математики. Крутость — это как бы вот мы всех математиков упорядочиваем в направлении возрастания их крутости, да? Вот это вот там Перельман, да? Это там филдерские лауреаты, тут где-то Саватеев сидит, да? Где-то, может, еще кто-то. Вот. И мы смотрим, значит, вот среди вот этого множества, кто самый крутой именно математик, да? То есть с точки зрения того, как хорошо он знает математику, как хорошо его пользуются, кто самый крутой в этой вот, в этой лунке, в пересечении множеств. Вот. И тогда понятно, что среди шахматистов, когда я спрашиваю «самый крутой шахматист среди математиков», то здесь подразумевается, что крутость шахматной игры уже имеется в виду. Ну и совершенно ясно, что это, ну как бы априори, это, ну, другое, другое свойство человека, да? Да, неверно, что кто лучше в математике, тот и в шахматах круче. Совершенно неверно, да? Какая-то корреляция может быть, но неполная. И здесь, соответственно, вот в эту сторону, допустим, измеряется, изменяется крутость. Вот самый крутой шахматист, вот там вот крутые-крутые-крутые, хуже-хуже. И в какой-то момент появляется какой-то человек, который одновременно еще и математик. Ну вот он среди всех, значит, шахматистов и математиков одновременно является самым крутым шахматистом. То есть это самый крутой математик, это самый крутой шахматист. Мы просто сравнивали их по разным критериям. Вот, а здесь критерий был один. Поэтому будут ответы на эти задачи совершенно разные. Это замечательная задачка из книги «Начало теории множеств» Шиня и Верещагина, которую я всем очень рекомендую, и мы еще ее позачитываем отдельно когда-нибудь. Еще один пример утверждения, которое по-разному трактуется обычными людьми и математиками, математиками. Утверждение такое. Если Земля плоская, наша Земля, да, то все крокодилы опять красные. Нормальный человек снова скажет, крокодилы не красные. Особенно все, да? Ну если там одного крокодила кто-то покрасил красный цвет, но все равно большая часть крокодилов зеленые. А значит это неверно, да? Ну, он как бы пропускает первую часть, да? Если Земля плоская, то все крокодилы красные. Он смотрит, так, крокодилы не красные, все неверно. Математик рассуждает совершенно иначе. И в математике принят способ логического рассуждения, при котором это утверждение становится наоборот верным. И это, как бы к этому очень быстро можно привыкнуть, если, так сказать, сто страниц какой-нибудь книги начальной по математике прочесть, уже понятно, что только так и может быть. А пока просто возьмите это как есть. Утверждение, если Земля плоская, то все крокодилы красные, опровергается путем предъявления ситуации, в которой вот это верно, а это нет. Только так. То есть это утверждение будет неверным, если Земля на самом деле плоская, а крокодилы не красные. Как только мы убеждаемся в том, что Земля — это шар, не знаю, на самолете летим, веем ее искривленности, или еще как-нибудь убеждаемся, то есть мы уже знаем, что Земля не плоская, то теперь фактически получается, что из некоторого ложного утверждения следует какое-то другое ложное утверждение. И вот если написано, что из ложного следует ложное, то математики считают, что утверждение вместе является истинным. Если дважды два — пять, то Москва — столица США. Это верное утверждение, потому что опровергнуть нельзя. Дважды два же не пять, поэтому если не удастся опровергнуть. Вот так. Ну, еще несколько таких логических связок, которые уже в принципе работают одинаково, и в нормальных головах, и в головах у математиков. Но в головах нормальных они работают со скрипом. Приведу пример. Я часто спрашиваю, верно ли, что если число четное, то оно делится на 4. Если а четное, то а делится на 4. Ну, нормальный человек, подумав некоторое время, скажет, что это неверно. Ну, действительно, четное — это 2, 4, 6 и так далее. Ну, уже двойка, например, является четным, и на 4 не делится. А наоборот, если а делится на 4, то а четное? Почему-то у обычных людей этот вопрос вызывает зависание. Что тут такого, да? Написано, если а делится на 4, то а четное. Конечно, это утверждение верное, потому что что значит а делится на 4? Это значит, что а равно 4, 8, ну, и из положительных целых чисел. 12, 16, через 4 идут. Ну, и тогда, естественно, что все эти идущие через 4 числа, они, конечно же, четные все. То есть утверждение — это верное, но обычный мозг, он как-то его не может переработать. Он не понимает, зачем эта излишность, то есть зачем утверждать про числа, делившиеся на 4, и еще что, они четные. То есть как бы мозг не математика отвлекается на какую-то постороннюю, так сказать, какие-то посторонние размышления, да? Вот, и в этом как бы есть проблема. Ну, нужно уметь сосредотачивать свой мозг. Это тоже часть как бы математической культуры и принципов математического мышления. Анекдот. Жена посылает мужа в магазин и говорит, купи батон хлеба, а если будут яйца, то купи десяток. Что вы думаете приносит муж домой? Муж приносит 10 батонов хлеба. Купи батон хлеба, а если будут яйца, то купи десяток. То есть он понял это так. Яйца будут или не будут? Если не будут, то батон хлеба надо купить. А если будут, то десяток. Ну чего десяток? Ну батонов хлеба, конечно. Раньше же речь шла о батонах хлеба. Значит, если будут, ну просто нужно проверить истинность утверждения, что в магазине есть яйца. И в зависимости от этого купить либо один батон хлеба, либо 10. Вот он проверил истинность, он сказал жене, яйца есть. Поэтому я купил 10 батонов хлеба. Ну вот, так сказать, приходится как-то в такой семье, видимо, им настраивать общение, да, между собой, чтобы таких фокусов не происходило. Либо он ее на математические рельсы поставит, либо, значит, ему придется самому уметь мыслить, как не математики. Еще анекдот. Воздушный шар. Заблудились путники. Это, кстати, Баян такой, знаменитый анекдот. На воздушном шаре летят путники, и вот там долго-долго над тучами летели, и где-то начинают садиться, вот уже земля, и по земле прогуливается математик, руки за спиной, смотрит наверх, видит воздушный шар, они ему кричат, любезный, подскажи, а где мы находимся? Он некоторое время соображает и отвечает, вы находитесь на воздушном шаре. И один из тех, кто летел в воздушном шаре, говорит, это математик, потому что, во-первых, перед тем, как ответить, он долгое время думал и соображал, а во-вторых, выдал абсолютную точную и полностью начисто бесполезную информацию. Вот. Ну, еще, значит, я, пожалуй, завершу наш урок про логику детскими игрушками. Есть такие классные детские игры, а, ну, вот, пример такой. Гора камней лежит. В ней много-много камней. Ну, например, в ней 99 камней. Двое играют, ходят по очереди, и нужно, значит, забрать, разрешается забирать от 1 до 6 камней. Вот любое количество можно забрать. Но не больше. Больше забрать нельзя. В свой ход ты забираешь какое-то количество камней, от 1 до 6. Следующий ход забирает камни противник. Ну, и, значит, выигрывает тот, кто забрал последний камень. Что делать? Как правильно играть? Можете здесь поставить на стоп и подумать. А я начинаю разбирать. Логика здесь подсказывает начать снизу. Если камней до 6 включительно, то вы выигрываете, если вы в этой ситуации находитесь одним ходом. А если 7, то уже не можете выиграть одним ходом. Вы забираете какое-то количество камней и попадаете в ситуацию, в которой уже выиграл ваш соперник. Неважно, какое количество камней вы забрали. Вы попадаете в проигрышную позицию. Поэтому 7 это все, это проигрышный вариант. Вы не выиграли в эту игру, вы в нее проиграли. Сколько бы вы камней сейчас не забрали. А если так, то от 8 до 13 это позиции тоже выигрышные. Потому что из каждой из них один ход, хотя бы один, но в данном случае ровно один, ведет в позицию проигрышную. То есть, в которую, если вы загоните вашего противника, то вы выиграете. Он проиграет. Ну, действительно, из каждой из этих позиций вы забираете количество камней такое, чтобы осталось 7. Он забирает неважно, какое количество камней и вы забираете оставшиеся. Но из 14 вы уже не можете так поступить. 14 камней это проигрыш, если с вами играет умный человек. Потому что, если он забирает любое количество камней, разрешенное условиями игры, он попадает в диапазон от 13 до 8, после чего вы забираете оставшееся до 7 количество камней и переводите опять позицию 7. Таким образом, все такие задачи решаются однотипно. Если у вас есть задача с некоторым количеством камней и некоторым набором подряд идущих чисел, то проигрышные позиции это кратные следующего числа, а выигрышные все остальные. И логика здесь такая. Нужно доказать, сейчас нужно доказать, что проигрышными, в нашем случае, проигрышными являются все позиции кратные 8. Вот они перечислены. В частности, 98 это проигрышная позиция, а 99 выигрышная. И тот, кто начинает, выигрывает, забирая ровно один камень. Значит, доказательство чисто логическое, это логика, математическая логика, ну, в принципе, она же здесь близка к житейской, что если вы находитесь в позиции, которая делится на 7, вы не можете прийти в позицию, которая делится на 7. Вы любым ходом приводите игру в позицию, которая между этим числом и следующим вниз, делящимся на 7. И тогда следующим ходом ваш соперник имеет такой ход, который приведет вас обратно в позицию, делящуюся на 7. То есть, если вы начали с позиции, делящуюся на 7, то при правильной игре в следующий раз вы снова будете ходить в позиции, делящуюся на 7. Ну и так шаг за шагом будет происходить, пока вы не будете находиться в позиции 7 и проиграете через ход. Вот. Вот такая игра на логику, чисто на математическую логику. Но если бы с вами играл какой-нибудь человек, который ничего не понимал в этой игре, то вы бы наверняка выиграли, потому что, ну, он же случайно не может угадать, что надо всегда забирать до кратного 7. Ну и в конце концов он, наверное, ошибется, и тогда вы его поймаете и уже его будете вести по кратным 7. Вот так. Вот такая детская игра. Вообще, есть очень много веселых детских игр, которые тоже сводятся к логическим, строгим рассуждениям. Спасибо. Спасибо.